Медицинское обслуживание становится все больше сучастным искраданным, причем головное потребование его – беспечность в его крестане. Но если не выполнять правила, то можно отрабатывать довольно тяжкие травмы, например, повышенную дозу опроменивания, когда это течится компьютерного томографа. Пять несчастных выпадков новотворчивости в 2015-м, три лета, в поравнении с иншими сферами, медицина далеко не самая травма небеспечная, хоть супакоиваются неуяким выпадку нильга. В речи главная причина всех трагедий, так званый человеческий фактор и ничем не подмассованная вера, со мной ничего не сдарится. Иншая справа, что оценивать ситуацию о голене только по этому показчику, так само нильга. Кольки медику покутают от нервовых расстройств, к этой лечебной наполненной никто докладно не ведая. Специалисты со стажем перакананы, да пациентам необходимо относиться уважливо и прокладать усе намагание для их лечения, а ли вырос «возьму твой боль» для медицинских работников явно не подыходит. К нам приходит человек, больной, а не здоровый. Он не на танцы пришел, он пришел со своими проблемами, со своими тяготами. И вольно-невольно, независимо от того, какой у него характер, хороший или плохой, он вольно-невольно переносит на нас с вами, на обслуживающий персонал, на врачей и медицинских работников. А это отрицательно сказывается на этом же медработнике. У досконаливания системы кирования аховой працы в организациях аховой здоровья, устойливаясь до стрессов, меры по захованию процесса дольности и жития работников, профилактика профессийных захворываний, на семинары, организованном управлением аховой здоровья, Гомельского оборудования и Галиновой профсоюзной организации, мкнуться увлечить у всех махчемы факторы и рызыки. Профессия медика на справе оказывается не такой уже и небеспечной. Супрацовники худкой допомоги, например, на вот у суд, скартились на недосциплинованного пациента и выиграли справу. По великим рахунку и установка камер видоназирания и ведение аудиозапису – вымушенные меры. Уречься, який кожный инший человек, медик поведен верстаться до дому живым и здоровым. Создана система алгоритма действия медицинского персонала. Вот при таких случаях, естественно, что вызывать на сегодня сотрудников милиции. В приемных отделениях имеются все приемные отделения, они имеют тревожную кнопку. Сотрудники при возникших таких экстремальных ситуациях вызывают наряд милиции. В 2016 году зарегистрировано по Гомельской области, это 12 случаев. Олег Синтеров, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель.